А сейчас россияне продолжают бомбить Воронеж. Ну, конечно, не в буквальном смысле Воронеж, но то, что они делают, до боли напоминает именно бомбардировки Воронежа, о которых мы так мечтали. Они бомбят Суджу. Разбомбили сначала больницу в Судже, потом разбомбили детскую поликлинику в Судже. Полностью стерли с лица земли. По улицам Суджи гуляют свиньи, как было разослано видео господином Невзоровым. По улицам Суджи гуляют свиньи, а раз по улицам Суджи безнаказанно гуляют свиньи, значит, русских солдат там нет. Ведь они убивают животных, вы же знаете, они когда видят животных, они их сразу убивают. Так было в Украине, они бы убили и в Судже. Ну, значит, русских там нет, там наши на улицах, раз свиньи спокойно гуляют по улице наши, не воруют и не убивают чужих животных. А вот брошенные жители Суджи дали тут несколько коротких интервью. И что они рассказывают? Ну, сначала про то, что боятся ковровых бомбардировок от россиян, понятно. Боятся жители Суджи, российские, русские жители Суджи, россияне, боятся, что их убьют и уберут как лишних свидетелей. После того, как украинцы, если уйдут, то их убьют как лишних свидетелей. Вот это будет резон для них, видите, отступать вместе с отступающими украинскими войсками. Ну, если мы когда-нибудь договоримся, обменяем эту область на что-нибудь хорошее у россиян, ну, например, на оккупированную россиянную территорию, то жителям Суджи, похоже, придется бежать. И вы знаете, что интересно? Самое интересное в этом вот выступлении жителей Суджи для меня следующее. Суджи, что они, оказывается, сейчас смотрят выступление Путина. Сейчас, что он говорит, смотрит. И вот там женщина комментирует. Путин, говорит, он бы хотя бы детей бы там не пугал. Это она про 1 сентября, про выступление Путина 1 сентября в школе. А то, говорит, рассказывает, что бандиты якобы нас захватили. А бандиты вон и воду возят, и хлеб раздают. Что это за бандиты? То есть женщина из Суджи, россиянка, которая раньше наверняка поддерживала Путина, раз она смотрит его выступление, перестала верить Путину только после того, как освободительные украинские части зашли в Суджи. Вывод из этого простой. Вы понимаете, российская оппозиция, единственный шанс на освобождение. Вот вы говорите, как там поменять в мозгу, да, в мозгах 80% россиян, весь этот путинизм, милитаризм, империализм и так далее. Русизм. Так если украинская армия оккупирует всю Россию, то россияне быстро передумают. Они правда, им откроются глаза. Смотрите, жителям Суджи хватило одного месяца. Вторжение в Курск область началось месяц назад. Сегодня 5 число, оно началось 6 числа. Месяц мы в Курске, месяц. И уже у жителей Суджи абсолютно другие мысли. Они уже думают по-другому. То есть стоило того. Вы видите, как быстро, когда приходят свободные люди, освободители, действительно, как быстро передумывают россияне. Вам бы взять это все на вооружение, а не вот эти ваши мыслишки по поводу того, что не надо допускать распада России. Вот я услышал несколько выступлений. Яшин говорит, я за то, чтобы Россия оставалась единой, неделимой и так далее, против распада России, потому что, говорит, кому это нужно, расползание ядерного оружия. Какое расползание? В смысле? Вы что, собираетесь думать, что вам оставят ядерное оружие после войны, что ли? Конечно, вам придется его сдать. А как вы надеетесь? У вас будет Россия и ядерное оружие? Нет. Какое? Никуда оно расползтись не сможет. Россия не доверяет больше ядерного оружия? Вы о чем? Или Юлия Навальна тут выступала на форуме Глобсек. Говорит, что-то вот есть такие, которые сторонники того, чтобы разделить Россию на части. Как это, говорит, народ с единым культурным этим, почему он должен быть разделен? Что это такое за деимпериализация и так далее? А кто вам сказал, что вам разрешают иметь одно государство? После войны немцы, может, и хотели жить в одном государстве, только им не разрешили. Им сказали, знаете, вот ваш Кёнигсберг и Пруссия вот туда идут, Австрию вам теперь запрещено присоединять, а саму Германию пополам разделим, а остальные участки просто заберем. В смысле? Это награда, чтобы вам разрешили иметь государство свое. У вас было. Вы устроили войну, геноцид. Теперь у вас его заберут и выдавать будут по частям, а не то, что почему мы заслужить надо. Не получилось у россиян, не получилось иметь свое большое единое государство, не получилось иметь ядерную державу. Ну, не получилось, провалились, провалились. Было 33 года. К чему пришли, мы видим. Пытаетесь уничтожить цивилизацию. Благодарите за то, что вам дадут какой-то кусок, Московию дадут, что-нибудь. Вы должны быть благодарны миру, цивилизации. Они говорили, они возмущаются, что там нас насильно собираются разделить. Ну, конечно, да. Конечно, да. Там войдет ли после этого ТУВА в состав когда-нибудь России или не войдет, это уже будет их дело, тувы. Но не ваше. Не ваше. И не наше. Но и не ваше. А сначала, конечно, разделить на зону оккупации. А как еще? Вспомните Германию. Вспомните, это реальный опыт. Он сработал, все получилось. Никто не разрешал немцам быть вместе одним государством. И даже в 90-х Маргарет Тэтчер сомневалась, стоит ли разрешать Маргарет Тэтчер, не Горбачев. Она писала в своих воспоминаниях, я не уверен, что можно доверять немцам большую страну в центре Европы. Но сегодня весь мир уверен, что нельзя доверять россиянам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok